Цифроаналоговый преобразователь – это устройство для преобразования цифрового кода, обычно двоичного, в аналоговый сигнал, ток, напряжение или заряд. Цифроаналоговый преобразователь является интерфейсом между дискретным цифровым мером и аналоговыми сигналами. Существует также аналогоцифровой преобразователь, АЦП, который производит обратную операцию. О нем мы будем говорить на следующем занятии. Но для примера кратко рассмотрим ситуацию телефонного звонка, в которой применяются два этих типа преобразования. Как мы помним, звук – это аналоговый сигнал. Попадая в микрофон смартфона, он подвергается аналогоцифровому преобразованию, состоящему из трех этапов. Первым делом берутся отдельные значения сигнала через равные промежутки времени, то есть происходит дискретизация. По теореме Котельникова о пропускной способности каналов, не вдаемся сейчас в подробности, частота взятия значений должна быть вдвое выше, чем самая высокая частота сигнала. Если в канале стоит ограничение 5 Гц, то частота дискретизации будет не меньше 10 Гц. Затем выбранные значения округляются, то есть квантуются. Как вы понимаете, чем больше уровень квантования, тем выше точность восстановленного сигнала на приемнике. В конце концов, значение преобразуется в двоичный код, который передается на станцию, после чего доходит до другого абонента, являющегося приемником. В смартфоне приемника происходит процедура цифроаналогового преобразования, цель которого – получить сигнал как можно более близкий к исходному. В итоге уже аналоговый сигнал выходит в виде звука из динамиков телефона. Если приемник что-то отвечает, то он становится передатчиком, и цикл повторяется сначала. Как представить себе ЦАП? Пока что изобразим его в виде прямоугольника с N входами и одним выходом. В качестве примера рассмотрим ЦАП с четырьмя цифровыми входами. Н равно четырем. Напряжение на выходе которого пусть меняется от нуля до пяти вольт. Так как входов четыре, то есть правил комбинаторики, мы получаем, что мы можем подать 2 в четвертый, то есть 16 разных сигналов на вход и получить соответствующих 16 напряжений на выходе. Тогда мы можем визуализировать работу ЦАП в виде таблицы. Например, если мы подадим на вход четыре нуля, то на выходе получим тоже ноль. Если мы подадим один ноль ноль ноль, то получим половину от максимума, то есть два с половиной вольта. Обратите внимание, что максимальное выходное напряжение на один младший значащий разряд, то есть примерно на 0,3 вольта, ниже напряжение полной шкалы. Хотя некоторые ЦАПы позволяют использовать всю шкалу, будьте готовы, что у вас не получится достичь максимально возможного значения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...